пластмассы. Такая смола дешевая в производстве, имеет небольшой вес, ее легко обрабатывать, и поэтому многие художники и мастера выбирают такой материал. Каждая статуэтка в этой коллекции отлита из слепка скульптуры, а затем раскрашена вручную. Например, этот персонаж – настоящий американский маршал, начальник полиции 19 века. Скульптор начинает работу с наброска с фотографий того времени для дальнейшего построения эскиза. Для изготовления слепка используют пластилин, так как с ним легко работать. Сначала по фотографии точно воспроизводятся черты лица. Мастер начинает с головы, а потом лепит туловище и ноги. Таким же образом, используя фотографии, лепят и ружье. Его лепят отдельно, так как это сложный элемент, а затем их соединяют. Мастер ставит подпись, и можно приступать к отливке слепка. Сначала скульптуру закаляют 30 минут при температуре 135 градусов, чтобы она затвердела. Затем ее покрывают тонким слоем смазки, чтобы она не прилипла к рабочей форме, которую сейчас изготовят. Для этого ставят цилиндр и закрепляют дно, чтобы избежать утечки, и заливают скульптуру силиконовой резиной. За два дня резина высыхает и держит форму скульптуры, включая все ее детали, но при этом рабочая форма достаточно эластична и скульптуру легко извлечь, не повредив ее. Для этого снимают цилиндр и, используя подсос, аккуратно вытаскивают скульптуру из рабочей формы, которая сохранила контур и все детали скульптуры. Теперь можно приступать к изготовлению статуэтки. Полость рабочей формы заполняют смесью из синтетической смолы и муки, изготовленной из корлупы ореха пекана. Это придает цвет и прочность смоле. Смесь затвердеет за час, и на свет появляется первая из множества статуэток. Один в один повторяющие подлинный экземпляр. Статуэтку выравнивают на шлифовальном станке. И на дно ставят печать с именем, идентификационным номером и информацией об авторских правах. Синтетическая смола – идеальный материал для отливки статуэток, позволяющий точно воспроизвести все детали подлинника. В результате получаем легкую и прочную копию, которую можно оформить различными способами. Для начала открытые участки покрывают акриловой краской. Использую разные краски и разные кисточки, в зависимости от тонкости работы. И художник создает образ. Последними раскрашивают более мелкие детали. А затем статуэтку передают другому художнику, который раскрашивает лицо. Все это поэтапная работа. Он начинает с глаз. И в ходе работы внимательно рассматривает статуэтку под разными углами, чтобы не пропустить ни одну мельчайшую деталь. Тонкая работа кисточкой по-настоящему вдыхает жизнь в мертвую статуэтку. Бас Ривз – федеральный маршал. Всего лишь один портрет из целой серии статуэток, посвященный вкладу чернокожих американцев в историю Соединенных Штатов. После прохождения проверки Маршал Ривз готов к упаковке в специальный пузырчатый упаковочный материал. У каждой статуэтки есть свой паспорт с подписью автора, а также именем и жизнеописанием героя. Коллекционирование такой серии статуэток не просто собирание безделушек. Это достойное хобби для ценителя истории и искусства. Эти миниатюрные фигурки – дань уважения чернокожим американцам-героям.